Всем огромный привет! Сегодня буду готовить по-настоящему зимний, атмосферный и очень вкусный пирог. Для его приготовления мне понадобится стакан пшеничной муки, стакан сахара, неполная чайная ложка разрыхлителя, 3 куриных яйца, ванильный экстракт, либо эссенция, что у вас есть, корица и у меня приблизительно стакан немного больше замороженной клюквы. Можно использовать свежую, но главное условие, если вы используете замороженные ягоды, ни в коем случае их предварительно не размораживайте. Мне очень нравится в данном рецепте сочетание сладкого бисквита и именно кислых ягод. Клюкву, по вашему желанию, можно заменить на бруснику, черную смородину, вишню или любую другую ягоду с кислинкой. Если вы не любите очень кислые, то можно заменить и взять, например, половину черники, половину клюквы, либо бруснику и чернику. В любом случае получится очень вкусно. Я надеюсь, вам рецепт понравится, вы попробуете его и полюбите этот пирог так же, как и наша семья. Ну а теперь я начинаю готовить, а вам желаю приятного просмотра. Я в емкость, в которой буду смешивать, разбиваю 3 куриных яйца. Высыпаю сюда приблизительно 200 г сахара. Добавляю пару капель ванильного аромата. Теперь мне необходимо все это перемешать. Удобнее всего это делать миксером. Я сначала немного перемешиваю сахар с яйцами, выключенный миксером, чтобы у меня все не разлетелось. И затем начинаю смешивать на мелких оборотах, постепенно скорость увеличивая. Вот так теперь выглядит моя смесь. Она немного увеличилась в объеме и побелела. Дальше сюда необходимо добавить стакан муки, предварительно ее просеивая. Сюда же добавляю неполную чайную ложку разрыхлителя и буду перемешивать. Опять начинаю это делать выключенным миксером. И продолжаю на мелких оборотах, постепенно обороты увеличивая, пока смесь не станет однородной. У меня тесто смешалось и по консистенции оно должно быть как густая сметана. Теперь сюда я добавляю замороженные ягоды клюквы. Повторюсь, ни в коем случае не размораживайте ягоды заранее, иначе ничего не получится. И перемешиваю тесто до однородного состояния. Делать надо это достаточно быстро, чтобы ягоды не успели начать размораживаться. Нам главное, чтобы ягоды были покрыты тестом. Я буду выпекать в силиконовой форме. Предварительно ее ничем не смазываю, только немного ее сбрызнуло холодной водой. Немного разравниваю силиконовой лопаткой. Дальше тесто само разравняется в процессе выпечки. Ну и перед тем, как поместить пирог в духовку, я его немного присыпаю сверху корицей. Мне очень нравится сочетание клюквы и корицы. Но если вы вдруг корицу не любите, то просто пропустите этот шаг. Я присыпаю буквально чуть-чуть, чтобы не переусердствовать, чтобы у нас аромат корицы не затмил весь вкус клюквы. Теперь отправляю предварительно разогретую до 180 градусов и буду выпекать приблизительно 30-40 минут. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверяйте деревянной палочкой, она должна быть сухой. Я буду выпекать на режиме с конвекцией. Вот какой пирог в итоге у меня получился. У него сверху при запекании образуется хрустящая сахарная корочка. Это очень вкусно в сочетании особенно с кислой клюквой. Я его переложила с формы на решетку, дала остыть и затем уже выложила на блюдо. Если вам мое видео понравилось, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк и подписываться. Пишите мне обязательно комментарии. Я буду рада обратной связи. Посмотрите, как красиво это смотрится в разрезе. Клюква при выпекании треснула, пустила свой сок и образовался вот такой рисунок. Обязательно попробуйте испечь этот пирог. Печется он очень просто, а получается на самом деле вкусно. Я уверена, что вам понравится. Посмотрите, как он красиво смотрится. И вот так и хочется попробовать. Сейчас заварю себе чай, и у меня будет заслуженная награда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!